Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Только в сентябре в Джинсбанке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Зенит», «Аленка», «Антей». Здравствуйте, в эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. ДТП у октября. Четыре человека получили травмы в результате аварии в городе Кирове. У меня здесь стояла бутылка водки и рюмка. Она наливала себе алкоголь. Задушил поясом от халата. Взял, закинул буквально несколько секунд. В Кирове по обвинению в убийстве родной матери арестован Евгений Головизнин. Пять тысяч за пять минут. Кировские полицейские задержали молодого человека, который совершил кражу в торговом центре на улице Воровского. Я свой молодой человек. Так и у меня. Дерзкий подросток. Ты зачем лазил в магазин? Я милую свою берет, я тебя в жопу и ласую. С ножом за констоварами отправился 16-летний молодой человек на улице Труда. Четыре человека получили травмы в результате аварии на улице Карла Маркса. Там иномарка столкнулась с ладой 14-й модели. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. ДТП произошло вечером в понедельник. На перекрестке улиц Карла Маркса и молодой гвардии Митсубиси Монтеро врезался в ладу 14-й модели. После столкновения отечественную легковушку отбросило на светофор. В результате происшествия четыре девушки, которые находились в автомобиле ВАЗ, в том числе одна несовершеннолетняя, 17 лет, получили травмы различной степени тяжести. Однако после оказания медицинской помощи им госпитализация не потребовалась. На улице Производственной 74-летний пенсионер на семерке выезжал со двора на дорогу, но не пропустил Митсубиси L200. В итоге водители, пожилая пассажирка Жигулей, получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. Массовое ДТП произошло вечером на улице Московской. Водитель автомобиля Черри поздно заметил попутную ладу 99-й модели. После первого удара по цепочке в аварию попали Ford Focus и Audi A4. Помощь медиков в этом ДТП никому не понадобилась. Еще одна авария произошла на улице Профсоюзной. Там водитель Митсубиси Лансер отвлекся от управления, нажимая кнопки на магнитоле, и въехал в попутный Митсубиси L200. Передняя часть легкового авто буквально залетела под кузов пикапа. Никто из участников аварии не пострадал. Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирове по обвинению в убийстве родной матери арестован Евгений Головизнин. Преступление произошло в квартире на улице Московской. 29-летний обвиняемый и его материна были пьяными. По словам молодого человека, он сделал потерпевшие замечания по поводу алкоголя. Ответная реакция женщины была жесткой. После оскорбления Евгений задушил мать. Вечером 8 сентября Евгений пришел домой пьяный. Под шофе была его 55-летняя мать Ирина. Не так давно женщина вышла на пенсию, видимо, пристрастилась к спиртному. Сыну это не понравилось. У нее здесь стояла бутылка водки и рюмка. Она наливала себе алкоголь. У нее замечания сделал. Она начала грубить, я ее толкнул. Евгений толкнул маму, она упала. По словам обвиняемого, женщина продолжала его оскорблять. Именно это взбесило молодого человека. Он схватил пояс от халата и набросил его на шею матери. Взял, затянул буквально несколько секунд. Потом отпустил, бросив обратный ремень туда. После чего я повернул маму. И она уже не подавала никаких признаков. Я ее подергал и попытался реанимировать. Но уже было поздно. Пенсионерка потеряла сознание и уже не подавала признаков жизни. Евгений испугался и первым делом позвонил своему другу. Осознав, что произошло, он сообщил об этом своему знакомому, который вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. Приехавшие на место медики констатировали смерть женщины. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводят комплекс следственных действий. Сейчас Евгений Головизнин арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Впрочем, тюремный срок для 29-летнего молодого человека – это минимальное наказание. Свою роковую ошибку ему уже никогда не исправить. С осознанием, что он убил родную мать, ему придется прожить всю оставшуюся жизнь. Михаил Вагин. Место происшествия. У меня замечание. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите далее. 5 тысяч за 5 минут. Кировские полицейские задержали молодого человека, который совершил кражу в торговом центре на улице Воровского. Мы возвращались в поселку Ленгасово, в сад. И шли по дороге. Заступился за подругу. Достал нож, подкрыл. Он повернулся к нему, он повернулся ко мне. И я ножом сначала. Так ударил. Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Александра Трефилова. Потерял контроль. В слободе с ошейни камера зафиксировала, как водитель Ауди не справился с управлением и совершил ДТП. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Кировские полицейские задержали молодого человека, который совершил кражу в торговом центре на улице Воровского. Обвиняемый обокрал продавца. Девушка вышла на 5 минут и лишилась 5000 рублей. Все подробности в рубрике «Сводка». Преступление произошло днем 8 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека в ветровке в бейсболке, который заглянул в отдел женской одежды в тот момент, когда продавца не было на месте. Чтобы обыскать сумочку продавца и забрать 5000 рублей, жулику потребовалось не более двух минут. Впрочем, коллеги из соседнего отдела задержали молодого человека, но убедившись, что он не украл одежду, отпустили. Но юный вор все же был задержан. Сейчас его подозревают в серии краш из магазинов. Полиция и волонтеры разыскивают 14-летнего Станислава Алексеева. Подросток пропал 11 сентября. Приметы. Рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы кудрявые, короткие, русые, глаза голубые. Был одет черные джинсы, белые кроссовки на липучках, черная куртка, короткая, на молнии с капюшоном. Если вы знаете, где находится Алексеев, звоните в полицию по телефону 02 или 102. В Кировочепецке на улице Милицейской вспыхнул частный жилой рубленый дом с хозпостройкой. Пожар тушили 20 человек и 4 единицы техники от МЧС. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Сейчас причина возгорания устанавливается. На улице Производственной фонарный столб накренился и перекрыл движение в сторону улицы Воровского. По словам очевидцев, после этого ЧП образовалась большая пробка. На проезжей части лежал провод. Причина аварии сейчас также устанавливается. Владелец иномарки Hyundai Solaris разыскивает хулигана, который сбросил на его автомобиль бутылку со спиртосодержащей жидкостью. Шкалик разбил заднее стекло. ЧП произошло во дворе дома номер 183 по улице Московской. По словам потерпевшего, скорее всего, бутылку скинули с балкона. Если вы знаете, кто совершил этот поступок, пишите в нашу группу ВКонтакте. Место происшествия Киров. Михаил Вагин. Место происшествия. Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Александра Трефилова. Напомним, в июле в поселке Ленгасово мужчина ножом зарезал с обутыльника. По словам обвиняемого, он заступился за девушку и убил 22-летнего знакомого. Преступление произошло в лесу, по дороге в магазин. На следственном эксперименте Трефилов рассказал подробности убийства. Мы возвращались в поселку Ленгасово, в сад. И шли по дороге. Пьяная троица пошла за алкоголем в местный магазин. В лесу 22-летний потерпевший Павел поссорился со своей подругой. Обвиняемый Александр решил заступиться за нее. Он предложил собутыльнику успокоиться и справить малую нужду. И с боковым зрением увидел, что потерпевший как замахивается на мою знакомую. Я повернулся, кликнул, он подошел. Я говорю, давай справим нужду. Такой повод был отвлекающим маневром. Пока потерпевший справлял нужду, обвиняемый достал из кармана шорт складной нож. Достал нож, подпрыгнул. Он повернулся к нему, он повернулся ко мне. И я ножом сначала так ударил. После удара Павел был в шоке. Он побежал от своего убийцы. Пробежав несколько метров, он упал на дорогу. Дальше что происходило? Я подошел вот с этой стороны. Девушка увидела эту картину и убежала с места происшествия. Догонять ее Трефилов не стал. Он вернулся в дачный дом, забрал спиртной и переоделся. После этого он попытался скрыться, однако за короткое время его местонахождение было установлено. Мужчина был задержан сотрудником полиции. После задержания Трефилов признался в убийстве, дал подробные показания. Сейчас обвиняемый арестован. Также стоит отметить, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. Он был освобожден из мест лишения свободы в начале 2016 года. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в прокуратуру. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин, место происшествия. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Я сую, молодой человек. Так у меня. Дерзкий подросток. Ты зачем лазил в магазин? Я говорю, сую, бери это тебе в жопу засуни. С ножом за концтоварами отправился 16-летний молодой человек на улице Труда. Потерял контроль. В слободе с ошейни камера зафиксировала, как водитель Ауди не справился с управлением и совершил ДТП. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. С ножом за концтоварами отправился 16-летний подросток на улице Труда. Так молодой человек, вероятно, хотел подготовиться к началу учебного года. Юный злоумышленник вырезал в двери магазина отверстия, залез внутрь, но украсть и ничего не успел. Сначала сработала сигнализация, а затем его задержали сотрудники частного охранного агентства. С задержанным пообщался наш корреспондент Сергей Пичугин. Подросток успел вырезать отверстие и пролезть только через одну из двух дверей. Затем сразу приехали сотрудники охранного агентства. Увидев их, юный посетитель закрытого магазина выбросил нож и отвернулся. Стыдно, что ли, стало или чего? Зачем залезть туда? В западне молодой человек находился до тех пор, пока сотрудники магазина не принесли ключ от двери. Сотрудники полиции сразу узнали подозреваемого. Я стою, молодой человек. Так, проверяй. Проверил. На. На, здорово. Что, старинная пилиция? Забирай. Как выяснилось, подросток имеет проблемы с законом. Полицейские не раз его ловили за хищение. Что-то снимай, камеру все убери. В рюкзаке у задержанного нашли отвертки, а также перчатки. Полицейские понимали, это явно не набор юного механика. Ты зачем лазил в магазин? На меня лосую, бери, а ты тебя в жопу засуни. Зачем я так дерзишь? Засовывать он собирался. Ты за собой следи, за своими действиями. Чего так базаришь? Подросток не прекращал удивлять полицейских своим словарным запасом. Не ловите, точно сидите. По данным ОМВД, подростка увезли в отдел полиции номер 2. Сейчас по факту попытки проникновения в магазин проводится проверка. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. В Слободе Сашини камера зафиксировала, как водитель Ауди не справился с управлением и совершил ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». В Слободе Сашини камера зафиксировала, как водитель Ауди врезался в джили и едва не зацепил встречный Матис. Судя по видео, иномарку занесло и она на скорости въехала в попутную джили. От удара Ауди вынесла на встречную полосу. Второго столкновения удалось избежать. И еще одну аварию зафиксировала камера на улице Воровского. Здесь водитель кроссовера столкнулся с почтовым грузовиком. На повторе видно, грузовик пытался уйти от столкновения, но уверенный водитель Ситроена не успел сбавить скорость. Судя по видео, иномарке предстоит серьезный ремонт. На улице Производственные очевидцы заметили нарушителя на Семерке. Водителю Семерки повезло, что никто не ехал по улице Солнечной. На перекрестке улиц Горького и Воровского лихач на Форде стал причиной аварии. Нарушитель на Форде проехал на красный сигнал. Таксист остановился, чтобы его пропустить, и произошло столкновение. Автор видео надеется, что именно эта запись поможет участникам аварии найти провокатора. На улице Ленина пешеход, и едва не попал под колеса машины с камерой. На съемке видно, молодой человек не осмотрелся, решил по-быстрому перейти улицу. Частью аварии не произошло, водитель машины с камерой вовремя среагировал. На улице Профсоюзной у Семерки на ходу отпало колесо. Вероятно, за рулем классики был начинающий водитель, который не успел заметить неполадки в своем автомобиле. Свою невнимательность продемонстрировал таксист на улице Герцена. Водитель поехал против одностороннего движения. На улице Лесной очевидцы заметили лошадей на дороге. Лошади скакали прямо по проезжей части, а их вожжи волочились вслед за ними. Вероятно, животные выбежали из загона и потерялись. Михаил Вагин, место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик mpokerovsobaka.inbox.ru или звоните и сообщайте по телефону 47 3302. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. А на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. Берегите себя и своих близких. До встречи.